Стейси жила в Кентукки, США. Она страдала редким генетическим заболеванием, несовершенным остеогенезом. Людей с таким заболеванием называют хрустальными. Любой перелом или ушиб может стать смертельным. Стейси выросла всего до 71 сантиметра и могла передвигаться на коляске. Болезнь не помешала ей получить образование и найти свою любовь. Девушка работала в супермаркете, где и познакомилась с Уиллом Геральдом, будущим мужем, который был на метр выше и на 9 лет младше. В 2004 году пара поженилась и задумалась о детях. Врачи утверждали, что беременность может буквально убить Стейси, однако она никого не слушала. Новость о том, что у меня не может быть детей разбила мне сердце. Всю жизнь мои родители говорили мне, что я могу делать все что угодно. А потом появились эти врачи, которые сказали мне, что мы не можем быть полноценной семьей. Это было действительно больно, сказала Стейси. Женщина забеременела. На сроке 28 недель появилась на свет маленькая девочка весом 1 кг ребенок выжил. Однако болезнь матери передалась дочери, у которой также выявили несовершенный остеогенез. Семья жила, как и все другие пары, справляясь со всеми трудностями. Через год Стейси снова забеременела. Все кричали мне, что ты делаешь. Врачи говорили, что я испытываю удачу. А мы просто молились, чтобы Бог провел нас через все это, сказала она. Вторая беременность была гораздо сложнее для женщины. На свет появилась еще одна девочка, которая была абсолютно здорова. Рост малышки составлял 45 сантиметров, что больше половины от роста матери. Несмотря на инвалидное кресло, Стейси справлялась с бытом и воспитанием детей. То, что я не могу, делает Уилл. Он просыпается ночью, меняет детям подгузники, кормит их, он настоящее благословение. Несмотря на все предостережения врачей, пара решилась на рождение третьего ребенка. В 2010 году на свет появился мальчик Макалай, который также унаследовал болезнь матери. Он появился на свет посредством вертикального кесарево сечения. У него не было сломанных костей, что является редкостью для детей с таким заболеванием. Однако забрать домой малыша родители смогли лишь через полгода. Младенца весом 1.19 килограммов пришлось поместить в инкубатор в реанимационном отделении. Когда Малакаю было всего 17 дней от роду, он подхватил вирус. Затем, на четвертной неделе жизни, у него выявили опасную для жизни грыжу, из-за чего мальчика пришлось оперировать. Но, преодолев все трудности, семья воссоединилась. В доме все было подстроено под маленькую маму. Все шкафчики были оборудованы так, чтобы Стейси могла беспрепятственно ими пользоваться. Конечно, с детьми было очень сложно. Женщина признавалась, что сложнее всего было со средней дочерью, ведь по росту она была выше матери. «Я не могу утихомирить ее, когда она выходит из себя», — говорит американка. «Она слишком большая для меня, так что приходится вмешиваться у Элу». Конечно, дочь вскоре обогнала по росту свою мать. Рождение третьего ребенка еще сильнее объединило семью. Стейси признавалась, что очень благодарна мужу за поддержку и помощь с детьми. Женщина отмечала, что каждый день влюблялась в супруга все больше. Стейси Геральт умерла в 2018 году. Ей было всего 44 года. После смерти женщины воспитание 11-летней Катери, 10-летней Макайи и 8-летнего Малахи полностью легло на плечи 35-летнего Уилла. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.